Никто не любит умирать в играх, но в некоторых ситуациях вы сами предпочтете смерть взамен доступной альтернативы. Всем привет, я Никитун и это Десятка игровых судеб хуже смерти. Часть 3. Приятного просмотра. А начнем с ситуации, когда вы упускаете возможность получить очень важное или шикарное оружие, которое потом уже никак заполучить не выйдет. Мало что так бесит геймеров, как запоздалое осознание того, что они пропустили какое-нибудь важное или крутое оружие, вернуться за которым уже не получится. Некоторые игры учитывают эту ситуацию и собирают все упущенные предметы в каком-нибудь месте, но это скорее исключение из правила. В Mass Effect 3, например, вот эти два особых вида оружия можно упустить, если не подобрать их во время определенного задания. Большую часть оружия в игре можно купить, но упомянутого оружия это не касается. Не поднял вовремя, сам виноват. Особенно неприятная версия данной ситуации встречается в Моровинт. Там можно упустить возможность получить очень хороший щит и меч, если излечиться от вампиризма. Чтобы получить клеймо Эльтона и разрушитель заклятий, вам нужно обязательно быть вампиром. Но излечившись от вампиризма, обратно вампиром стать вы не сможете. Так что путь к этому мечу и щиту вам заказан. Из менее известных примеров у меня есть улучшение оружия в Ламу Лана 2. Они очень нужны для прохождения, а дают их за решение головоломок. Вот только попытка для каждой головоломки у вас будет только одна. После этого про улучшения можно забыть. В большинстве игр такие улучшения или виды оружия совсем не обязательно иметь для того, чтобы закончить игру. Но узнавать о том, что вы их упустили, все равно неприятно. Потому что вернуться в нужный момент уже никак нельзя. Когда вас ловят в игре жанра стелс. Если вы часто играете в игры с механиками стелса, вы точно знаете о чем я. В современных играх жанра быть пойманным может быть так же весело, как и скрываться от поимки. Но в более хардкорных и старых играх создается ощущение, что было бы лучше, если бы вас просто убили, а не заставляли прятаться. В некоторых играх приходится ну слишком уж долго ждать, пока от вас отстанут преследователи и кончится тревога. И вы наконец-то сможете продолжить играть. В серии Metal Gear Solid, например, часто быстрее умереть, чем прилагать усилия к тому, чтобы сбежать и спрятаться. А потом сидеть и ждать, пока спадут два разных уровня тревоги. Просто подбежать к охране и убиться об нее реально быстрее, чем торчать в высокой траве три минуты. Но не только игры жанра стелс страдают от подобной проблемы. В любой игре с открытым миром и с уровнем розыска, вы просто жаждете смерти на пятнадцатой минуте тщетных попыток сбросить погоню четвертого уровня. Особенно это бесило в старых частях GTA. Но грешат таким и современные игры. Например, Watch Dogs Legion за мной один раз гонялись минут двадцать, наверное, судя по ощущениям. И я все никак не мог сбросить хвост. В такой ситуации, наверное, проще умереть и начать заново. Порой в таких играх попытки избежать смерти бесят гораздо больше, чем сама смерть. Когда вы застреваете в ситуации, в которой победить уже явно нельзя. Этим тоже грешат в основном игры старой школы. Но и в наши дни это порой случается. Я говорю о таких ситуациях, когда вы по сути не можете совсем ничего поделать. А ближайшее сохранение забрасывает вас на начало уровня. Или игру вообще нужно начинать сначала. В общем, пройти игру становится невозможно. Во многих олдскульных ролевых играх такое случается. Например, вас ставят перед боссом, который слишком уж силен для вас. А находится он в подземелье, из которого нельзя сбежать. Так что вы застреваете на этой части игры. Первая Dark Souls провернула это с Орнштейном и Смоуком. Это одни из самых сложных боссов в игре. И когда вы до них добираетесь, вы застреваете в их локации. Хотите найти новое оружие или попробовать победить другого босса? Не, сначала убейте эту парочку. И все может быть даже гораздо проще. Любая игра, в которой есть быстрое сохранение, позволяет вам застрять в безвыходной ситуации. Если вы просто нажмете на кнопку сохранения не вовремя. Может прямо перед атакой врага. А может даже во время анимации вашей смерти. Надеюсь, вы сохранялись и в другие слоты. Использование быстрых сохранений в любом эмуляторе или на консоли по типу NES Classic может как сделать игру легче, так и совершенно запороть ваше прохождение. Для чего нужно всего один раз сохраниться в неподходящий момент. Когда вы получаете специальную плохую концовку, вместо того, чтобы просто умереть и попробовать пройти игру снова. Некоторые игры изо всех сил стараются наказать вас за то, что вы в какой-то момент приняли дурацкое решение. В большинстве случаев ошибки не особо важны, ведь можно загрузить сохранение и сделать все как положено. Но определенные игры стараются посыпать вам соль на рану, если вы что-то сделаете не так. Например, если в Dead Rising у вас кончится время, отведенное на выполнение ряда сюжетных заданий, вам придется подождать конца игры, наступающего через 72 игровых часа, чтобы понять, что ее нужно начинать заново. Если вы решите убить пейганамина Far Cry 4, игра мгновенно перейдет к черному экрану, и вы вообще никакой концовки не получите. Хотите увидеть настоящую концовку? Надеюсь, что у вас было запасное сохранение, иначе вам не повезло. Если вы спасете недостаточно дружественных мудаконов в World Apes Odyssey, вы получите плохую концовку. И если вы знали об этом заранее, вы вряд ли ожидали, что вам нужно будет спасти настолько много союзников. Порой плохая концовка может быть интересной, и ее стоит увидеть. Но вот в таких случаях я бы лучше просто сразу видел сообщение о том, что я проиграл. Хотя бы ради того, чтобы сэкономить время. Когда вас парализуют в ролевых играх. Да и в любых других играх, где можно потерять контроль над персонажем из-за неприятных статус-эффектов. Если вы играли в ролевые игры старой закалки вроде Final Fantasy, вы определенно знаете о чем я. Смерть в этих играх штука неприятная. Но некоторые статус-эффекты гораздо хуже. Ничто так не бесит, как потеря управления над всей пати из-за какой-нибудь дряни по типу паралича, сна или берсерка. Все это, по сути, только оттягивает смерть. А вам остается только сидеть и принимать удары. Нельзя не упомянуть смятение, из-за которого вы не только теряете контроль над персонажами, но они еще и по союзникам бьют примерно в половине случаев. Статус-эффекты это не страшно, когда пострадал только один персонаж. Но когда под их действием находятся все, это настоящий отстой. Кстати, в куче игр от Square есть еще и статус жаба, который буквально превращает вас в жабу. Это не совсем то же самое, что и другие статус-эффекты, потому что атаковать вы все еще можете. Но атаки эти настолько слабые, что погоды не делают. С тем же успехом ваш персонаж мог бы спать. И такое случается не только в JRPG. Хватает и экшенов, в которых из-за определенных атак противников вы теряете возможность управлять персонажем. В игре под названием Never Dead это работает очень интересным образом. Там враги не просто наносят вам урон, они отрывают вам конечности или вообще сразу разрывают вас на куски. И вам приходится тратить время на то, чтобы буквально собраться. Это странная идея, которая на бумаге может показаться прикольной, но на деле она только досаждает. Проводить половину игры, перекатываясь в виде головы, пытающейся найти остальные части тела, не очень весело. Когда вы падаете в конце длинной серии платформы, знаете, что вам придется проходить ее с самого начала. Есть что-то приятное в том, чтобы в игре забраться как можно выше. Особенно если это непросто. И почти в любой игре с платформами есть какая-нибудь вертикальная локация, в которой большую часть времени нужно просто карабкаться наверх. И тогда как забраться на самый ее верх может быть приятно, у вас пропадет всякое желание играть, если вы запорите важный прыжок и упадете в самый низ. Это особенно бесит в играх системами контрольных точек, основанных на расстоянии до персонажа. Там, если вы падаете в самый низ локации и умираете, игра отправляет вас на ближайшую к вашему трупу контрольную точку внизу локации. После чего вам приходится заново проходить целую секцию уровня. Похожие ситуации встречаются в бесчисленном множестве игр. Короче, если в игре в принципе есть возможность прыгать, вы почти гарантированно столкнетесь с этой проблемой. Она всегда раздражает и даже в современных играх встречается слишком часто. А сейчас поговорим об особенно противной ситуации, когда вы теряете набранные уровни. В зависимости от игры, за смерть могут не наказывать вообще, а могут наказывать очень жестоко. Но обычно ваш уровень опыта остается неприкосновенным. Когда вы набираете уровень, все новые улучшения, умения и бонусы к характеристикам навсегда становятся вашими. Даже смерть не должна на них влиять, верно? Но некоторым играм недостаточно вас убить. Один из самых печально известных примеров это Demon's Souls, в которой у босса старого короля Аланта есть прием, который отнимает у вас уровни прямо посреди схватки. В первых изданиях Dungeons & Dragons тоже были противники, которые могли отнимать уровни. И при встрече с ними вам не оставалось ничего, кроме как молить мастера о пощаде. А вот у тех, кто играл в первую версию EverQuest, вообще не было никакой надежды. Потому что смерть в игре отнимала опыт и одновременно заставляла потерять все снаряжение. Так что, если вы умирали в особенно опасном месте, то можно было потерять сразу несколько уровней опыта, просто пытаясь убраться оттуда со своими вещами. Когда вы упускаете возможность получить настоящую концовку, потому что не знали, что вам сначала нужно было найти какую-то запрятанную вещь. Никому не нравится получать плохую концовку. Но это не страшно, если вы получили ее, потому что явно сделали что-то не так. Гораздо хуже упустить хорошую концовку просто из-за того, что ее открывает какая-то секретная вещь, о которой вы заранее никак знать не могли. В большинстве игр это не очень страшно, потому что часто есть возможность загрузиться и получить нужную концовку. И меняется от этого в игре обычно только сама концовка, так что вы не упускаете кучу контента. Но это не касается, например, Persona 5 Royal, в которой огромный кусок нового контента открывается исключительно в том случае, если вы подружитесь с одним из персонажей. Так что, если вы не подружились с новым персонажем, вы просто не увидите в игре почти ничего нового. То есть, кто-нибудь мог пройти оригинал игры, на что уходит под сотню часов, начать проходить улучшенную версию вслепую, предполагая, что новый контент будет несложно отыскать, а потом часов через 70 осознать, что ради нового контента нужно было обязательно подружиться с определенным челом. Вот только времени на это в прохождении уже не осталось. И хорошо, если есть какое-то старое сохранение, а если нет, в общем, так можно потратить кучу времени впустую. Есть масса игр, в которых присутствуют слишком уж хорошо спрятанные секретные концовки, получение которых не сильно-то и улучшит впечатление от прохождения игры. Но в данном случае вы можете с легкостью пропустить целый финальный данж и полноценную концовку, когда вы буквально застреваете в игре. Потерять уровень неприятно, нужно потратить время, чтобы снова набрать нужные умения, но, по крайней мере, вы можете продолжать играть. А вот когда вы застреваете в какой-нибудь текстуре, поделать уже ничего нельзя. Если вы в игре умрете, обычно можно возродиться и продолжить играть. Но, когда у вас отнимают даже возможность умереть, это действительно конец. В Соник 3 это было настолько серьезной проблемой, что даже в инструкции к игре было написано, что порой вы можете застрять в дьявольских ловушках доктора-работника. Естественно, их создавали не специально, это просто баги и неучтенные игровые ситуации. Например, связанные со странными цилиндрическими платформами, предназначения которых игра толком не объясняет и на которых нужно нажимать вверх и вниз. Марио Мейкер полна таких проблем. Некоторые расставляют там ямы, из которых нет выхода по ошибке, а некоторые специально, шутки ради. Как бы там ни было, мне они надоедают. Настоящие геймдизайнеры стараются избегать подобных ситуаций, но мудилы, которые делали Дети Гарри для Несса об этом не знали, потому что в игре есть комната, в которой игрок просто застревает навсегда. Это категорически подло, потому что на стене комнаты даже есть граффити с надписью ха-ха-ха. Чертовы тролли. И наконец первое место, когда вы живой труп. Это самое худшее, что есть в играх. В некоторых из них, если вы не знаете точно, что с самого начала в игре нужно делать, вы можете оказаться в ситуации, когда вы уже мертвы, но еще об этом не приключений или квестов от Сиера по типу Kings Quest и Space Quest, в которых если вы не подбирали какой-то предмет в начале игры, вы просто не могли ее закончить. Порой вы застреваете в игре почти мгновенно, порой на это уходят часы. Но суть одна. Если вы не подобрали какой-то случайный предмет, игру становится совершенно невозможно пройти. Один из недавних примеров таких игр это Pathologic или мор в которой можно перекрыть себе дорогу к победе самыми разными способами. можно заболеть и не иметь возможность вылечиться или упустить необходимый для прохождения предмет из никак не отмеченной локации. Самое жестокое в данной ситуации то, что вы не знаете, что вы уже мертвы. Продолжение игры после определенного момента становится пустой тратой времени, но вы об этом не узнаете пока собственно не потратите это время. Плохая концовка хотя бы вам сообщает, что вы сделали что-то не так. Но здесь вы можете добраться до точки в игре, когда пройти ее уже нельзя и понятия не иметь, что это так. И потратить часы на то, чтобы все перепробовать только ради того, чтобы узнать, что все с самого начала было подстроено против вас. Это как та сцена из военных игр. Единственный способ выиграть не играть. А вспомните ли вы какую-то особо жестокую участь из игр? Буду ждать ваши версии и истории в комментариях под видео. Конечно же не забывайте подписываться на телеграм канал, ставить палец вверх и все в этом духе. Ссылки в описании. Огромное спасибо за просмотр видео до самого конца. С вами все это время был Никитун и до скорых встреч в новых видео.